приветствую вас народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про джессор 10 10 fb новый прям танк британский среднеколесный 8 уровня продается он из-за золота в клиенте игры и в прям магазине тоже в различных пакетах продается танкисты буквально в комментариях засыпали меня сообщениями о том как они хотят чтобы этот танк за золото продавался точно так же как и кори хорошая традиция продолжилась его можно купить за золото я думаю много танкистов рады этому я настолько тоже обрадовался что купил его за рубли потому что все золото я потратил сами понимаете на что кстати про золото три победителя по 500 золота из-под прошлого видео люди оставляли комментарии с никнеймами если вы играете на рубай регионе и хотите принять участие в розыгрыше золота пишите под этим видео тоже комментарий в конце ник и так вот я купил этот танчик поиграл на нем и что я могу сказать в итоге мне танк понравился я не разочаровался это не имба это хороший сбалансированный танк он очень хорошо отыгрывает свою роль в бою и он немножко мне напоминает мой единственный любимый танк в игре который куда-то пропал и возможности на нем поиграть больше нет этот танчик немножко его напоминает но немного не такой тут и стабилизация есть еще и колесики какие-то давайте разбираться что это такое что-то там у британцев шестьдесят первом году какие-то желания появились сконструировать себе какой-то колесный средний танк что-то между колесным легким и колесным средним еще и чтобы на самолете можно было его сбрасывать но вот что-то танчик получился такой большой и что-то как-то он им не понадобился и так в проект она и не пошло дальше эскизов она не продвинулась видимо самолета его сбросили без парашюта мне кажется если танк нужно загружать на самолет то может он поменьше должен быть еще и всего лишь для трех членов экипажа но в общем наши разработчики реализовали в игре такой вот танчик для пустынных боев средний колесный британский мне он очень сильно понравился тем что он выполняет роль поддержки точно так же как и десятка в ветке прокачиваемой я на нее делал обзор можете посмотреть на канале там тоже танчик поддержки все занимаются боем кто-то светит кто-то танкует впереди мы ездим по карте и реализовываем свою скорость и прекрасную точную стабилизированную пушку напряга нет никакого мы просто смотрим на карту и пытаемся реализовать скорость и орудия при этом у нас нет никаких запар мы не должны ничего никому светить поскольку у нас большой танчик маскировка в нем такая себе брони у нас тоже мало давайте кстати посмотрим на нее вот мы в принципе и посмотрели на нее брони мало поэтому и смотреть на нее долго смысла нет но есть нюанс брони если вы собираетесь фугасами стрелять с маленьким пробитием то когда этот танчик стоит ромбиком можно в колесные арки стрелять там брони мало но если он бортом или кормой стоит то можно стрелять куда попало в общем танчик не про броню ошибок он не прощает вообще поэтому мне он принципе понравился 90 процентов времени я за счет скилла катаюсь по карте ищу где могу что-то настрелять где-то кого-то подловить из-под тишка как танк поддержки реализую свою пушку пробитие 218 основным снарядом 252 специальным снарядом и всего лишь 50 фугасом самых картонных в принципе можно и фугасиком на восьмом уровне для быстрой стэшки это хорошо а вот время перезарядки у нас 12,2 урон в минуту 1770 дай бог его разогнать до 2000 но мы точно так же как и прокачиваемый танк 10 уровня так и прем танк очень схожи по геймплею играем не от дпм а от альфы от альфы урон набивать легче чем от дпм а поскольку вам нужно вовремя в нужное место быть сфокусированным вовремя стрельнуть и все и мы свободны свои 10 секунд от дпм а нужно постоянно часто вылазить где-то что-то подставляться настреливать много раз рисковать от альфы намного проще но нам и нельзя играть от дпм а если где-то там в кого-то ворваться закрутить но опять же и с маневренностью на колесных стэшках тоже тяжеловато все поэтому этот танк идеально сам себя дополняет быстро скорость вперед быстро скорость назад хорошая альфа пробитие стабилизация сведения 2 секунды точность 033 все отлично скорость вперед 60 скорость назад 30 очков прочности 1200 вот обзор 380 это такой вот нормальный обычный показатель с маскировка конечно у нас проблемы обзор тоже не выдающийся светляком наш танк не назвать поэтому я и говорю нам вообще не нужно напрягаться в бою пусть кому надо там пусть светит кому надо пусть танкует наша главная задача как главный дирижер в бою следить за всем полем боя и вовремя в нужное место приезжать и безопасно давать свою альфу поэтому большую часть бою я на этом танке чисто отдыхаю и только в некоторых боях если я сам ошибся не туда куда-то заехал танк тут же меня наказывает за это поскольку он большой картонный ошибок не прощает еще если корму подставить он часто загорается поэтому танк не про ошибки а про внимательную игру для тех кто в это умеет понимает и в этом геймплей то танк хорош да не на всех картах будет легко на этом танке но некоторые карты для него полегче некоторые посложнее в целом выходит нормально конечно когда ситуация требует можно попробовать что-то аккуратненько подсвечивать для себя но не какие-то там активные засветы какие-то врывы кого-то крутить с нашей маневренностью с нашими размерами броней маскировка и обзором лучше агрессивно активно никуда не врываться аккуратненько выдаем свою альфу и все будет нормально средний урон этом танке большой можно держать если скилл позволяет и самое главное что большую часть боев таком геймплее ты отдыхаешь по крайней мере у меня такие ощущения сложились поскольку мне не надо на тяже на первой линии куда-то лезть подставляться под арту много светиться танковать эти специальные снаряды ваши или на лтшки ехать какие-то опасные кусты занимать на птшках там ползать где-то по кустам искать прострелы вот быстрый танк классная пушка все что нужно в бою сам танк работает у нас как доставка орудия орудия хорошие да можно сказать что у него плохой дпм это один из главных минусов ну и второй это размер плюс 0 брони что не прощает нам ошибки вообще никакие а так в целом получился хороший танк на мой взгляд в узкоспециализированном таком стиле игры когда-то давно был такой танчик интересный мой любимый который куда-то пропал он очень сильно напоминал мне этот геймплей но конечно не совсем то но манера игры очень схожие чисто сфокусироваться на безопасное нанесение урона конечно вряд ли этот танк понравится многим но такое ощущение что вот именно для меня танчик выпустили я прям как чувствовал поэтому его и купил смотрю орудие хорошая скорость нормальная все остальное мне не надо а его и нет если вы будете играть на этом танке есть еще небольшая такая вещь которая может не понравится это не слишком быстро летит бэбэшкой там она летит со скоростью 900 чем-то и она летит немного навесом это легко исправляется просто стреляем специальными снарядами которые под калибер и которые летят быстро ровно никаких навесов все быстро четко но тогда мы будем меньше фармить но можно прокачать перк чтобы быстро менять снаряды где можно пострелять бэбэшкой фарминг серебро где вам удобнее под калибером стреляем под калибером что касаемо оборудование здесь опять же вентиляции стабилизатор я считаю нужно ставить сто процентов чтобы улучшить нашу скорострельность точность обзор и так далее по максимуму а вот третье оборудование на открытой карте можно просветленку поставить либо же если хотите с кайфом точно стрелять стабилизатор на некоторые городские карты как обычно можно и закалку поставить и омп чтобы быстрее крутиться в принципе выбор точно такой же как и на прокачиваем колесники что касаемо полевой модернизации там я нашел полезное только улучшение маскировки больше ничего интересное там не нашел поскольку у орудия проблем нет ничего ему не надо ухудшать критуемость или улучшать тоже смысла нет поскольку если вы в полевой модернизации увеличите бонус критуемости двигателя то когда он у вас сломается и у вас не будет ремки у вас танк не будет ездить а у этого колесника и так есть некая проблема когда много колес сбивают он почти не ездит поэтому если вы активно куда-то едете то нужно врываться с ремкой поскольку если бахнет арта сплэшем или кто-то несколько колес в ряд собьет то у вас танчик попросту почти перестанет ехать хоть и удельная мощность 23.6 максималка вперед 60 назад 30 но все же без колес этот танчик не ездит имейте это в виду поэтому в полевой модернизации полезная только маскировка я в принципе полностью доволен этим прям танком он не имба он не испортит рандом он узко специализированный и хороший в своем геймплее еще и как будто бы прям для меня создавали вообще ноль претензий пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok